Ауду биллэхи мин ас-шайтан и раджим, бисмиллэхи рухмани рухим, вабихи наста'ин, вахваххиру насырин ваму'ин. Вассалату вассаламу аля саиду ламбия и ва ламурсалин, ва аля алихи ттайбин аль-ттахирин аль-масумин, ва ла анатудда имату аля адаихи мажма'ин, и ла акияуми яуми ддин. Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракяту, дорогие братья и сестры, продолжаем наше занятие, посвященное вопросам идеологии. На двух предыдущих занятиях мы говорили об одном актуальном и часто всплывающем вопросе. Распространяется ли могущество Бога на невозможное? И на прошлом занятии мы уточнили, о каком невозможном идет речь, что мы подразумеваем, когда говорим невозможное. И мы выяснили, что под невозможным мы подразумеваем самостное невозможное. То есть это невозможное, невозможность которого является самостью, частью ее сути, частью сущности ее. И приводили ряд примеров для лучшего понимания данного вопроса. Говорили о порочном круге, о бесконечной цепи причин и следствий. Говорили о том, что 2х2 равняется 5, также является самостным невозможным. И так далее. Итак, этот вопрос мы выяснили на прошлом занятии. И после того, как мы выяснили, что в данном вопросе, в данной теме мы говорим о самостном невозможном, нам необходимо выяснить ответ на данный вопрос. И понять, распространяется ли могущество Бога на невозможное. Многие фанатичные люди, в особенности религиозные, в том числе и, к сожалению, мусульмане некоторые, в том числе некоторые люди, которые считаются учеными, представляются как ученые, как теологи, знатоки ислама, знатоки Корана, знатоки откровения и традиции его святлости пророка Мухаммада, салаллаху алейхи 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 алейх Безграничность означает, что для Бога нет совершенно ничего невозможного. Даже если речь идет о самостном невозможном. То есть они говорят, что Бог может сложить две двойки и получить пять. Бог может умножить два на два и получить пять. Именно через умножение, а не через что-либо другое, не создавая какой-то пятый элемент. Или же говорят, что Бог может пропустить всю вселенную через игольное ушко, при этом не меняя их размеров и масштабов. И так далее. Но они сталкиваются с определенным затруднением, когда им задают вопрос, может ли Бог создать камень, который сам же не сможет поднять. Здесь уже они безоружны, здесь они не могут ответить «да», потому что даже «да» приводит к тому, к той мысли, к тому результату, что по их мнению, что могущество Бога ограничено. Но эта точка зрения, эта позиция, она является фанатичной. И откровение об этом не говорит. Откровение говорит «Инна Аллаха аля кулли шай ин кадир» «Бог над каждой вещью могущественен». Или имама Али ибн Абиталиб, алей салату и салам, как-то спросили об одной из этих невозможных вещей. Спросили, может ли Бог создать это, то есть нечто невозможное. Его светлость ответил следующее. «Инна Аллах табаракита аля ла юнсабу иля ла адзи» «Бог не является беспомощным». Беспомощность не имеет никакого отношения к Богу, не присуща к Богу беспомощность. «Валлади са'альтани ла якун» «Но то, о чем ты спросил меня, не может произойти, не может случиться». То есть является невозможным, самостным невозможным. Откровение отличается, точка зрения откровения отличается от этой фанатичной позиции, которую утверждают, что могущество Бога распространяется в том числе и на невозможное. Но мы говорим, что нет. Мы видим откровение величайшей учителя ислама. Али бинаби Талиба, алей салату вассалам, утверждают, что есть вещи невозможные сами по себе. Или аят из священного Корана, когда говорится «Инна Аллах аля кулли шей инна кадир» «Воистину Бог над каждой вещью могущ», даже здесь говорится о какой-то вещи. Использовано слово «вещь». То есть над каждой вещью могущей. Таким образом, мы утверждаем, что, и это точка зрения откровения, утверждаем, что могущество Бога на невозможное, на самостное невозможное не распространяется. И здесь некоторые наши оппоненты могут сказать, что таким образом могущество Бога не является безграничным. Ни в коем случае. Могущество Бога безгранична. Как же так? Если могущество Бога не распространяется, на невозможное, на самостное невозможное, то почему же, каким же образом могущество Бога безгранична? Но дело в том, что невозможное, самостное невозможное не обладает необходимым компонентом для бытия. То есть не обладает той необходимой особенностью для существования. То есть, другими словами, дело не в Боге. Могущество Бога безгранична. Нет никаких недостатков в могуществе Бога. А в чем же недостаток? Недостаток в той вещи, которая самостно невозможна. Ее самость, ее суть лишена минимальной вещи, которая необходима для существования, необходима для бытия. Если приводить пример, чтобы было нагляднее, о чем мы говорим, представьте себе очень умелого. Конечно же, мы здесь в данном случае не сравниваем с Богом, но все же примеры исключительно для того, чтобы вам было проще представить. Представьте себе очень умелого портного, которому вы приносите 10 сантиметров ткани и просите сшить вам брюки. Портной умелый. Его умение ничем не ушемлено, не имеет недостатков. Он совершенно владеет своим ремеслом. Но сшить вам брюки он не сможет из этой ткани. Почему? Потому что сама эта ткань не способна стать вашим брюком. Она не может превратиться в брюки для вас. Конечно же, я повторюсь, мы не сравниваем портного с Богом. Это, конечно же, несравнимо. Но вопрос, сам пример имеет какое-то сближающее свойство. Оно сближает ваше представление к обсуждаемой нами теме. Таким образом, недостаток именно в самосновом невозможном, а не в могуществе Бога. Чтобы было еще понятнее, представьте себе следующее. Может ли Бог создать ничто? Может ли Бог создать ничто? С одной стороны, вы лишаете предмет, вы лишаете эту вещь, самого необходимого для существования, самого необходимого для бытия. А потом говорите, что может ли Бог придать этой вещи бытие и существование. Как же так? Как это возможно? Ведь вы изначально лишили этого качества, этого свойства, необходимого для бытия. Это то же самое, если вы скажете, может ли Бог создать небытие? Конечно, мы можем посмотреть на этот вопрос с другой стороны и сказать, что, конечно же, может. А создание небытия – это отсутствие какой-либо вещи, отсутствие чего-либо. Или же создание ничего – также есть отсутствие. Поэтому можем сказать, что да, могущество Бога распространяется. Можно и с этой точки зрения посмотреть на этот вопрос. Поэтому могущество Бога абсолютно ничем не ограничено. И те примеры, те вещи, которые приводятся, они являются самосто невозможными, то есть лишенными самого минимального для существования. Лишенными. Вы говорите, что хорошо, пусть наделит Бог этим минимальным, а если наделит, то изменится самость. Это уже будет непорочный круг. Это уже будет не камень, который не подвластен Богу. Это уже не будет бесконечная цепь причин и следствий. И так далее. То есть изменится самость. Вы вкладываете в эту самость то, что не может существовать. Ту особенность, тот характер, который противоречит самому бытию, самому существованию. А потом хотите, чтобы оно было создано без изменения этой самости, этой особенности, этого характера. создание подобного невозможно. Не потому что ограничено чьё-то могущество, а потому что оно не способно существовать. Это вещь. Небытие не может быть бытием. Небытие не может существовать. Например, тот самый камень, который мы приводили в начале нашего обсуждения. Камень, который не подвластен Богу. С одной стороны, суть бытия заключается во всем могуществе Бога. Бог – это есть суть бытия. Это абсолютное бытие, абсолютное существование. Бог – безграничное существование. Это суть бытия. Бытие без этого исключено, невозможно. Без безграничности, без всем могущества Бога. То есть, это суть бытия. Это реальность, это действительность. С другой стороны, вы говорите, камень, который не подвластен Богу. Так, вы вкладываете в самость этого камня то, что противоречит сути бытия. И, как следствие, существовать не может. Наоборот, ее самость требует несуществования. Это ровно то же самое, если мы скажем, может ли Бог создать небытие. Что значит создать небытие? Это значит, ничего не создавать. Поэтому могущество Бога ничем не ограничено, оно безгранично, не имеет начала конца. И всякая вещь равнознащена, равносильно перед могуществом Бога. Нет для Бога чего-то сложного или легкого, близкого или далекого. На этом наше занятие подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok